Как только Трэвис Скотт вышел, все вокруг просто обезумели. Люди стали толкаться, бить друг друга и делать другие невообразимые вещи. Просто не было возможности дышать. В этом году прошел самый трагический концерт в истории рэпа. Трэвис Скотт давал крупные шоу, на которые приходили десятки тысяч людей. И один из них закончился трагически. В этом видео ты узнаешь хронологию событий того концерта и как на такой инцидент отреагировал сам рэпер. Hustle.rf это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более трех тысяч моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для моих подписчиков действует промокод RAPHUB, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Для начала хочу сказать, что неприятные ситуации на концертах Трэвиса происходят не впервые. На одном из концертов он попросил своих фэнов подойти к сцене ближе из-за большого расстояния между ними. Многие получили травмы, в том числе и охранники. Один из стражей порядка сломал даже ногу, но артист сказал, что он тут ни при чем и лишь хотел мира и любви. А в 2017 году во время концерта рэпера в Нью-Йорке один из фанатов забрался на перила балкона. Это заметил Трэвис и предложил парню спрыгнуть. В интервью фанат рассказал, что произошло далее. Я упал и ударился о пол, говорит Грин, прежде чем я понял, что со мной меня окружили охранники. Трэвис кричал им, чтобы они несли меня на сцену. И вместо того, чтобы положить меня на носилки или оказать другую помощь, они просто потащили и бросили меня на пол уже на сцене. Скотт снял с руки и вручил Грину одно из своих дорогих колец за храбрость. Лишь после этого молодой человек отправился в больницу, где у него обнаружили перелом позвоночника, сломанное левое запястье и трещину в правой лодыжке. За полгода Кайл перенес уже несколько операций, но левая сторона его тела остается парализованной, так что остаток жизни он проведет в инвалидном кресле. А теперь мы переходим к тому самому роковому концерту. Девять утра. Преданные поклонники Трэвиса Скотта выстраиваются в очередь с пяти утра. Начинают формироваться толпы. И с каждым моментом очереди становятся все более шумными. Нетерпеливые посетители фестиваля, стоящие в очереди, бросают друг в друга мусор и толкаются к главным воротам. Через 15 минут полиция Хьюстона готовится открыть входные ворота фестиваля. В течение следующих 45 минут участники нарушают различные контрольно-пропускные пункты и обходят пункт тестирования COVID. В течение этого времени по крайней мере четырем участникам требуется медицинская помощь. И еще сотням будет оказана помощь в течение дня. 11 утра. Массивные толпы собираются за вещами Трэвиса Скотта. В течение следующих несколько часов ловят фанатов, пытавшихся проникнуть на фестиваль любыми возможными способами, включая разборку баррикад, проникновение под заборы и использование болторезных станков для разбиения на участке. В течение дня фестиваль будет нарушаться не менее восьми раз, и не менее пяти тысяч фанатов будут пробираться внутрь. После выступления нескольких артистов, начальник полиции Хьюстона Трой Финнер встречается со Скоттом и его личным начальником службы безопасности Майклом Брауном, что на самом деле обсуждалось неясно. Но по словам адвоката Скотта, за те несколько минут, в течение которых они говорили, Финнер ни разу не упомянул о каких-либо проблемах с безопасностью Астра Уорлд. Но позже Финнер говорит другую версию, что он действительно высказывал опасения по поводу безопасности и попросил Трэвиса Скотта и его команду работать с полицией на всех и не забывать о сообщениях его команды в социальных сетях обо всех внеплановых моментах. В 21.00 начинается концерт Трэвиса Скотта, а через несколько секунд после его появления многие начинают кричать о помощи. Через две минуты толпа хаотично продвигается к сцене, сжимая посетителей, где они от давки не могут контролировать происходящее. Некоторые посетители раздавлены, падают на землю и их топчут. В 21.05 поклонники продолжают взывать о помощи. Видео с концертов показывает, насколько плотно собралась толпа в это время. Некоторые кричали от боли, опасаясь, что могут сломать руки, потерять сознание или даже умереть от нехватки воздуха. До 21.24 происходит какая-то жесть. Некоторые фанаты потеряли сознание, а кто-то и вовсе кричал, что сейчас кто-то умрет. Потом Трэвис, спустя 24 минуты после начала своего шоу, замечает человека, который залез на дерево для лучшего обзора. А участники концерта пытаются освободить место для человека, который, казалось, потерял сознание. Через несколько минут Скотт делает паузу, чтобы попросить охрану присмотреть за кем-нибудь перед сценой. В 21.29 в толпе видна машина скорой помощи. Скотт признает, что скорую помощь и прекращает выступление, чтобы побудить толпу освободить место. Он спрашивает, кто в порядке поднять средний палец в небо. Также в это время женщина-офицер предупреждает других по рации, что несколько человек затоптаны и потеряли сознание перед сценой. Травмированных посетителей вытаскивают и вытесняют из толпы. В 21.34 женщина и мужчина находят камеру и умоляют оператора предупредить должностных лиц. «Там кто-то мертв, кто-то мертв», сказала женщина. В это время старший сотрудник Texas NAM найден без сознания на земле без пульса. Губы синеют, а кожа становится серой. В 21.35 по крайней мере было 5 звонков в службу экстренной помощи людям без сознания, сделанные отчаявшимися посетителями, застрявшими в толпе. В 21.40 медицинский персонал и полиция пытаются добраться до пациентов, находящихся в бессознательном состоянии, и найти парамедиков для выполнения СЛР. Также в это время нескольких хьюстонских пожарных достигают медицинской палатки и находят еще пятерых пациентов, у которых остановилось сердце. Они сказали, что там медперсонал был перегружен, и некоторые плакали. Спустя несколько минут Скотт прекращает выступление, чтобы предупредить. «Нам нужен кто-то, чтобы помочь. Здесь кто-то потерял сознание». По словам адвоката, только аж в 21.59 Трэвису сказал руководство фестиваля через наушники-вкладыши, что шоу нужно закончить досрочно. Ровно в 22.00 появляется Дрейк, и один из фанатов останавливает медика, который хотел помочь пострадавшему. В 22.13 первая смерть. Руди Пенни объявлен мертвым в отделении неотложной помощи. Через минуту после смерти заканчивает концерт песни «Гузбампс». В 22.46 случается вторая смерть. Мир за байк объявлен мертвым в отделении неотложной помощи. В 47 минут умирает парень Мэдисон Дубиски. Через 5 минут 16-летняя девочка Бриана Родригес. Еще через 5 минут Джон Хильгерт. Ему было 14 лет. В 22.57 умирает 20-летний Яков Юринек и Аксель Акоста, которому было 21. И в 23.18 восьмая гибель Франко Патиню. Ему также был 21 год. Более чем через неделю умрут еще две жертвы. 22-летняя Бхарти Шахани и 9-летний Эзра Блаунд. Самая юная жертва и преданный поклонник Скотта, пришедший на концерт с отцом. Многие посетители давали интервью, в которых говорилось, что они такого еще никогда в жизни не видели. Было очень тяжело дышать. Многие держались за руки, чтобы не потерять друг друга. Кто-то сломал ребра, кто-то разбивал голову и терял сознание. И как сказал один из участников концерта, «Я был на многих крупных фестивалях, но такое я вижу впервые». Как только Трэвис Скотт вышел, все вокруг просто обезумели. Люди стали толкаться, бить друг друга и делать другие невообразимые вещи. Просто не было возможности дышать. Загорелся свет. «Помогите, помогите, помогите!» «Включите свет». «Наша семья скорбит по моему брату. Он умер, спасая свою возлюбленную. Ей делали больно, ее били слева и справа. Он не заслужил это. Он пытался спасти ее, и он спас ее. Ее привезли в госпиталь, и это стоило ему жизни». Позже Трэвис вышел в Инстаграм и принес свои извинения. «Честно говоря, я просто опустошен. Я никогда не мог представить, что это просто произойдет. Я просто хочу разослать молитвы тем, кто умер прошлой ночью. Мы работаем прямо сейчас, чтобы идентифицировать семьи, чтобы мы могли помочь им в это трудное время. И в любое время, когда я смогу разглядеть что-нибудь, что происходит, вы знаете, например, остановите шоу и позвольте им получить помощь, в которой они нуждаются. Я просто никогда не мог представить себе серьезность ситуации. Мы тесно сотрудничаем со всеми и просто пытаемся разобраться в этом. Просто в городе Хьюстон, пожарной части, вы знаете всех, кто поможет нам разобраться в этом. Если у вас есть какая-либо информация, обратитесь в местные органы власти. Все, пожалуйста, продолжайте молиться. Честно говоря, я просто опустошен. Я никогда не мог себе представить, чтобы что-то подобное происходило просто так. Я делаю все возможное, чтобы держать вас в курсе, ребята. После этого пострадал и сам Трэвис. В коммерческом плане, естественно. Epic Games сняла с продажи эмоцию Трэвиса Скотта в Fortnite. Он отменил концерт в Саудовской Аравии, где гонорар составлял 5,5 миллиона долларов. Nike отложили выход его кроссовок. Слабоалкогольный напиток Трэвиса Скотта был снят с производства. Целую неделю он не покидал свой особняк после трагедии. Но при этом он не признал свою вину в гибели людей. Есть еще несколько интересных моментов, которые произошли на концерте. Шеф полиции Хьюстона Трой Финнер подтвердил, что как минимум одного человека укололи иглой с наркотиком на Astroworld Festival. Охранник, который работал на фестивале, почувствовал укол шею от неизвестного нападавшего и быстро потерял сознание. И как показала судебно-медицинская экспертиза, все 10 человек погибли от компрессионной асфиксии. Для тех, кто не знает, что это такое, это удушение от сдавления грудной клетки и живота. При этом в документах одной из жертв в качестве дополнительного фактора указывается еще и комбинированное воздействие кокаина, метамфетамина и этанола. Трэвис наконец-таки дал интервью, в котором сказал, что он не знал, что в зале происходит давка. Хип-хоп артист отметил, что во время концертов бывают разные инциденты, люди падают в обморок, и он всегда останавливает мероприятие, если что-то подобное случается. Рэпер утверждает, что узнал о жертвах лишь за несколько минут до пресс-конференции, которая была организована после фестиваля. Скотт заявил, что пока не готов назвать тех, кто виноват в трагедии, так как его команда все еще пытается разобраться в этом вопросе. Он добавил, что будучи артистом, доверяет персоналу, который отвечает за безопасность на мероприятии, и подчеркнул, что не хотел никому навредить. По словам рэпера, от него исходит позитивная энергия, а с поклонниками он всегда пытается выстраивать прочную связь. Кто виноват в этой трагедии, напишите в комментариях, а следующее видео вы можете глянуть про самого Трэвиса. Год назад мы делали о нем биографию. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!